Книга Бытие, глава 50. Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря, «Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так. Отец мой заклял меня, сказав, вот я умираю. Во гробе моем, который я выкопал себе в земле ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться». И сказал фараон, «Пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя». И пошел Иосиф хоронить отца своего. И пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его и все старейшины земли египетской. И весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его, только детей своих и мелкий, и крупный скот свой оставили в земле Гесем. С ним отправились также колесницы и всадники, так что сонм был весьма велик. И дошли они до Гаренгаатада при Иордане, и плакали там плачем великим и весьма сильным. И сделал Иосиф плач по отце своем семь дней. И видели жители земли той Хананеи, плач в Гаренгаатаде, и сказали, велик плач этот у египтян, поэтому наречено имя месту тому, плач египтян, что при Иордане. И сделали сыновья Якова с ним, как он заповедал им, и отнесли его сыновья его в землю Ханаанскую, и похоронили его в пещере на поле Махпела, который купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрона Хитиянина при Мамре. И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его, и все, ходившие с ним, хоронить отца его после погребения им отца своего. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отмстить нам за все зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать Иосифу, отец твой перед смертью своею завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вины рабов Бога Отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали, вот мы рабы тебе. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших, и успокоил их, и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его, жил же Иосиф всего сто десять лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Монасийна, родились на колено Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим, я умираю, но Бог посетит вас, и выведет вас из земли этой в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. И заклял Иосиф сынов Израилев, говоря, Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда. И умер Иосиф ста десяти лет, и набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте.